Небольшой дождь в столице временами, давление 748 мм в ртутного столба. Завтра, в четверг, нас ждет плюс 25, опять-таки, возможно, небольшой дождь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трехгорное. Пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Итак, дорогие друзья, всем добрый день. Вы слушаете Спорт.ФМ в студии Нобеля Рустамян и программа «Сто процентов футбола». О самых важных событиях говорим о сегодняшнего дня в мире футбола. Естественно, это европейский континент, где накануне случился самый громкий трансфер лета нынешнего. Пока что, потому что, видимо, самый громкий все же впереди. Накануне Гонсало Игуаин перешел из Наполя в Ювентус за 90 миллионов евро. Это рекорд нынешнего трансферного окна. И третий результат, если так можно сказать, в истории мирового футбола по сумме трансфера, по сумме, которую заплатили за одного конкретного футболиста. Ну и, конечно, главное событие для нас все же не это. Самое главное событие этой Еврокубки. Накануне Ростов дебютировал в Лиге Чемпионов. Посыграл в ничью 2-2 против команды Андерлехт. Против бельгийского клуба. Дважды Ростов проигрывал, но при этом сумел все же добиться очень важного для себя результата. Результата ничейного, и таким образом Ростов по-прежнему имеет довольно неплохие шансы пройти дальше. Хотя, конечно, счет 2-2, он все же явно не в пользу хозяев. Теперь Ростову надо обязательно выигрывать в Брюсселе. Ничья 2-2 также позволит Ростову рассчитывать на овертайм и серию пенальти потенциально. Но, как вы понимаете, забить 2 на выезде будет весьма-весьма проблематично. Как мы все прекрасно это понимаем. Ну, более конкретно и детально об этом матче мы поговорим с комментатором во вчерашней игры. У нас на связи комментатор матча ТВ, мой большой друг Михаил Поленов. Миша, здравствуй. Здравствуй, Лобель. Ну и, собственно, главный вопрос. Вчерашняя игра тебя убедила в том, что Ростов может забить 2 мяча через неделю в Брюсселе? А почему 2? Достаточно 1. Но ты уверен, что Ростов не пропустят? Нет, не уверен. Я, честно говоря, вот этот матч вообще бы вчерашний не воспринимал как матч, который должен ответить на какие-то вопросы. Слишком много изменений произошло в Ростове. Вернее, не так. Слишком много изменений произошло в Андерлехте. А в Ростове очень много было непонятного. Очень много было неразрешенных каких-то вопросов. И это, безусловно, сказывалось на подготовке команды. Мы видели во вчерашней игре, что когда Ростов начинал соперника поджимать, Андерлехт не начинал плыть. И вот это вселяет в меня определенный оптимизм. Но, с другой стороны, Ростов слишком много позволил создать у своих ворот. Это ему не свойственно. Я, честно говоря, думаю по-прежнему, что 50 на 50 шансы на проход, потому что и та, и другая команда имеют слабости. И кто ими лучше воспользуется, у соперника, естественно, тот и пройдет дальше. И мне не кажется, что здесь опыт, такой суммарный опыт Андерлехта, как команды, которые регулярно играют в Еврокубках, здесь будет ключевым фактором. Мне кажется, что старт сезона тяжел для всех, для обеих команд. Миша, такой вопрос, касающийся непосредственно Ростова. Все же ты был на месте событий, не знаю, ты вернулся или еще в Ростове, в прекрасном южном городе. Просто здесь, в Москве, кажется, что в Ростове слишком много неопределенности. Вот что на месте происходит? Насколько верны разговоры о том, что есть серьезные разногласия между Бердыевым и руководством клуба? Что, в принципе, не очень понятна ситуация внутри команды, когда некоторые футболисты вроде должны уйти из Ростова. Некоторым не предлагают контракты и так далее. Ситуация действительно подобная была, но, как я понимаю, конечно, никто никогда не скажет ни о каком конфликте или еще о чем-то из первых уст, мы этого не узнаем. Насколько я понимаю, сейчас эта ситуация выправляется, потому что у Бердыева был контракт действующий, уже подписан, собственно, еще после окончания минувшего сезона, мы помним там эту эпопею. Но говорили о том, что если появится предложение, которое Бердыева устроит, он уйдет. И вроде бы вот сейчас перед матчем первым в Лиге чемпионов этот момент урегулирован. Бердыев работает с командой, и многие игроки находились в подвешенном состоянии именно из-за того, что они не знали, будет Курбан Бикиич в команде или нет. Очень многие, в частности Баштуш, например, хотел бы работать именно с Бердыевым в Ростове. Хотя, кстати, тот же Баштуш подписал контракт всего лишь на год, и вполне возможно, что по итогам этого сезона он сменит команду. Так что этих, таких как бы недомолвок, таких намеков было довольно много. Но Курбан Бердыев на пресс-конференции перед матчем расставил достаточно четко все точки над ее. Он сказал, что контракт подписан, что там были какие-то шероховатости, какие-то неточности в контракте, они исправлены. Я думаю, что это, в общем, повод только об этом заговорить. Но, тем не менее, в общем, дали понять, что все остается так же, как было перед началом прошлого сезона. Курбан Бердыев – главный тренер Ростова, и это, на мой взгляд, сейчас главная такая засечка для Ростова, потому что вот сейчас, по сути дела, все начинает. Миша, если позволишь, небольшая пауза, потом еще буквально два вопроса тебе. Ну, о пробках тоже поговорим, конечно же. Четыре балла в Москве прямо сейчас. Проблемы есть на Москворецкой набережной. Здесь пробка на 25 минут. Также стоит Большая Грузинская улица от Первой Брестской улицы до Баррикадной. Здесь пробка на 22 минуты. И проблемы есть традиционные. На шоссе энтузиастов от Авиамоторной улицы до проспекта Буденова. Длина пробки – полтора километра. Время проезда – 19 минут. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. Продолжаем наш эфир. У нас на связи Михаил Поленов, комментатор Матч-ТВ, который работал накануне игру между Ростовом и Андерлехтом. Миша, еще буквально пару вопросов непосредственно об атмосфере. Все же Ростов тут вчера очень такой забавный твит написал в своем стиле, со своим чувством юмора, что Ростов уже не проигрывал дома в Еврокубках. Сколько? 16 лет? Да, он написал, если не ошибаюсь. 16 лет, да. Правда, Читовский из них он там не играл, но тем не менее. Последнее поражение было от Афтера в 2000 году, по-моему, в 2000 году, что ли. Это, кстати, мне сотрудники клуба рассказали. И именно они эту шутку придумали. Я ее позволил себе немножко переделать и озвучить. Миша, на любом случае, все же были Еврокубки, был Кубок Интертотов, знаменитый матч с Ювентусом, был матч с Трамзон Спором пару лет назад, но Лига Чемпионов, это турнир особенный. Как вчера Ростов к нему готовился? Правда, что там были ужасные проблемы с очередями, с организацией такого большого праздника? Или все это ушло на второй план, когда, собственно, сама Лига Чемпионов пришла в город? Знаешь, Нобелев, на самом деле очень ждали этого матча, очень ждали этого дебюта в Лиге Чемпионов. И в городе мы встречали разного поколения болельщиков, и тех, кто постарше, и тех, кто помоложе. И все практически разными словами говорили об одном и том же. Мурашки по коже. Они ждали этого матча, они готовились к нему с самого утра. Действительно были очереди за билетами. К сожалению, Ростов сейчас не является лучшим образчиком такого порядка, что ли, в клубной структуре. И там опять довольно много людей, которые и вкладываются в клуб, и, соответственно, хотят какую-то иметь ответственность и так далее. В общем, это все мешает. Конечно, были очереди, была неразбериха. Но она закончилась, и, слава богу, все разрешилось. К сожалению, просто еще очень плохая была погода в Ростове, когда пришелся пик вот этих очередей, стояли страшные ливни. И, конечно, все это вызывало у народа ропот, переходящий в довольно громкое возмущение. Но в том, что касается атмосферы, ауры вокруг игры, после игры и особенно во время, мне кажется, что это абсолютно Лига Чемпионовский матч. Ему немножко не хватило гимна Лиги Чемпионов, но это с четвертого отборочного раунда начинается. Поэтому, может быть, мы еще в Ростове, я надеюсь, и услышим этот гимн. То, что город жил этим матчем, это абсолютно точно, об этом абсолютно везде говорили. Даже официантки в ресторанах знали, что сегодня Лига Чемпионов. Правда, слово Андерлехт выговорить им было довольно трудно. Хорошо, что многие из них знали, что это бельгийцы, уже неплохо. Но, конечно, этот ажиотаж был огромный. И цены на билеты, соответственно, у перекупщиков там были довольно серьезные. Но был биток, об этом даже как-то неудобно говорить. И, знаешь, вот в Ростове оказались недовольны, остались недовольны итогом этого матча. На мой взгляд, это уже такое легкое головокружение от успеха. То есть уже ничья 2-2 в Лиге Чемпионов с Андерлехтом – это уже неудача. Может быть, это хорошо, надо действительно ставить максимальные задачи. К хорошему быстро привыкаешь. В Ростове публика очень тонко разбирающаяся в игре. Поэтому они, конечно, очень ждали этого матча, хотели победить. И остался такой небольшой осадочек от этой ничьи. Может быть, из-за крестовины на последних. Ну и коротко твой прогноз на то, услышали Ростов в гимне Лиги Чемпионов. Ты знаешь, если бы, например, мы говорили год назад, я бы однозначно ставил на Андерлехт. Но это очень молодая команда, очень сильно изменившаяся. Поэтому я не готов однозначно сказать, что она сильнее. Мы видели разные отрезки матча, где было по-разному. И как команды проведут эту неделю – это очень большой вопрос. Но Андерлехт играет дома, на большом стадионе. И вот это может стать фактором. Поэтому я не рискну. Я думаю, что 50 на 50. Но я верю в Бердыева, что он разберет игру команды. А сейчас 100% футбола. 100% футбола продолжается на Спорт.ФМ. Как раз-таки я внимательно изучил линию матча «Астана-Селтик» у букмекеров из компании «Винлайн». И сейчас ничья 0-0. Матч уже начался. Уже прошло почти 20 минут в первом тайме. И, пожалуй, я рискну. Друзья, предположу, что онлайн на то, что «Астана» не проиграет коэффициент 1.30 на 1.x. Вот, пожалуй, я его и возьму. Потому что «Астана» не проиграет за 1.30 у компании «Винлайн». Все же матч домашний. Мы знаем, какой перелет длинный был у «Селтик». И, наверное, он все же скажется на футболистах. Тем более мы знаем, что «Астана» дома играет качественно. Вот такой мой прогноз. Ну и, собственно, линия «Винлайн» довольно богатая и на этом матче, и на остальных матчах Еврокубков. Ну, Еврокубки, они не только Лигой Чемпионов ограничиваются. Есть еще и другие матчи. Есть еще, прежде всего, Лига Чемпионов Лига Европы. И завтра нас ждет матч в Ларнаке. «Айк» против московского «Спартака». «Спартак» возвращается в Еврокубки. Это большое событие для всех. Болельщиков «Спартака», прежде всего, которые, я думаю, счастливы от того, что их команда может сыграть, пусть пока что, квалификационный раунд, пусть пока что не против самого грозного соперника. Но, тем не менее, матч Лиги Европы, как-никак, матч, который действительно тоже важен для красно-белых. Тем более так «Спартак» хотел вернуться в Еврокубки. И, собственно, это сумел сделать. О вчерашнем матче, о завтрашнем матче между «Спартаком» и «Айком» мы поговорим прямо сейчас с нашими уважаемыми радиослушателями. Наш телефон 8495-276-0932 и 8495-276-1932. Вот такие наши телефоны. Можете там звонить, делиться мнением по поводу вчерашней игры Ростов-Андерлехт, насколько вчера был приемлемый результат для ростовчан. Ну и «Спартака», «Айека», чего ждать от красно-белых завтра. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Приятного эфира вам. Спасибо. Болею за «Спартак» всю жизнь. Очень хорошо. Но надеюсь, что все-таки пройдем мы этот «Айек». Вот. Вчера с удовольствием слушал эфир вашего радио по поводу Ростова. Очень интересно было. И хотелось бы маленький вопросик, если позволите. Да, конечно. Приехал недавно из Белоруссии, смотрел отборочные матчи БАТЭ. В принципе, команда такая интересная. Но вот вчера счет слушал-слушал, до конца не дослушал. Как они сыграли хоть? Вот скажите, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо большое вам за ваш звонок. Ну, собственно, мы немножко от этой практики ушли, что мы являемся справочным бюро. Да, куда можно звонить и узнавать результат? Все же сейчас такой мир, когда это сделать не всегда сложно. Даже если я бы сказал, очень просто. Но раз у вас есть какие-то объективные причины того, что вы не знаете, как сыграл БАТЭ накануне, то я вам сообщу. БАТЭ накануне играл с командой Дандолг из Ирландии. БАТЭ выиграл со счетом 1-0. У, соответственно, ирландских своих соперников мяч забил Михаил Гордыичук. Ну, вот такой результат. Давайте, все же, мы не будем сейчас справочное бюро превращаться и какие-то более интересные ваши монологи будем слышать. Дмитрий, здравствуйте. Нобель, добрый вечер. Что-то вы сегодня без Димы. Да, у Димы сегодня более важные дела оказались. Матч московского «Динамо». Обычно он вас подкалывает, теперь вы его по чуть-чуть, я понял. Ну, ладно. У нас ничья, да. Да, да, да. По поводу «Спартака», ну, это, в курсе, кстати, Нобель, там все здоровы у нас. Все играть будут. Но Фернандо не заявлено на этот матч. В основном... Я понял. То есть без травм, да, я так понимаю? Ну, в основном, да. В основном, ну, как бы есть люди, которые не заявлены, которые не в команде и так далее. По последним матчам, то, что я видел, урывками там негде было особо смотреть. Ну, так, обзоры в интернете смотрел. Ну, вроде что-то там настраивается. Посмотрим. А в «Айеке» действительно много бразильцев? Испанцев. Испанцев. Их семь. Семь испанцев. Испанский тренер. Правда, все ветераны. Это не молодые футболисты, которые какие-то невероятные таланты. Это опытные уже ветераны, которые так доигрывают за, наверное, небольшие деньги. Ну, и кто предположить, что «Спартак» в обоих таймах забьет где-нибудь там 3-1, наверное. Может быть, 2-0. Ну, да, это блок. Это оптимальный прогноз. Но мне кажется, очень важный момент. Предположить, что все же стиль «Айек». Спасибо, Нобель, спасибо за честное мнение. Всего доброго. Спасибо. Мне кажется, что не такой уж простой соперник. То есть, как по этому классу «Спартака» выше значительно. Но стиль игры и слаженность команды соперника может сыграть свою роль. Друзья, московские пробки прямо сейчас в столице. 4 балла стоит проспект Мира от Маломосковской улицы до улицы Докукино. Пробка на 22 минуты. Также проблемы есть на Волоколамском шоссе от Спасской улицы до Поста ГИБДД. Здесь пробка на 20 минут. И проблемы есть также на Болотной площади. Пробка на 16 минут в этой части столицы. Продолжаем, дорогие друзья. У нас также работает, естественно, и Ватсап, и Вайбер. Можно писать нам по телефону 8 925 22 22 932. Вот такие у нас контакты. Нобель, привет из Памплона. Ничего себе, откуда нам пишут. Приятного эфира Алексей написал. Еще одно сообщение. Приветствую, Нобель. Честно говоря, «Спартак» едет не на футбол, а в сауну. Никос из Кипра. Видите, какая у нас география большая. Памплона, Кипр. Да, я слышал, что сегодня, ну, все эти дни, я не знаю, сегодня, вчера, завтра. Но плюс 38 в тени на Кипре. То есть, конечно же, не самые комфортные условия для игры в футбол. Виктор, здравствуйте. Доброго здоровья, Нобель. Доброго. Ну, перспективы моего любимого Милана в Италии, это вопрос первый. И вопрос второй. Нобель, а как вы относитесь к очередному бредовому опросу в ЦИОМа по заказу Гастрома? Ну, это что, удовлетворяет свои комплексы Алексей Каминкаут-Миллер, что ли? Я вот, например, не понимаю. Спасибо. Я не очень понимаю, о каком вопросе вы говорите, если честно, потому что я, может быть, что-то упустил за сегодняшний или вчерашний день. Я сейчас постараюсь понять, что вы имели в виду. А что касается Милана, то у Милана, насколько я понимаю, сейчас все решается с точки зрения владельца клуба. Милан никак не может быть продан китайцам, китайским инвесторам, и поэтому так все немножко застопорилась в Милане в плане переходов футболистов и в плане того, чтобы Милан купил новых игроков, которые команде просто необходимы. Реклама КР Пропертис представляет. Новый лофт-блокбастер в центре Москвы. В главных ролях. Двухуровневые мансарды, просторные студии и комфортные жилые лофты. Креативный квартал Студия 12. Меняй правила и выигрывай. От создателей самых громких лофт-проектов в центре столицы. Потолки от трех метров, панорамные окна и свободная планировка. Всего 10 минут от Садового кольца. Студия 12. Лофты. От 8 миллионов рублей. 8495-780-4040. Алло, это покупатель Юлмарте? Скидки до 70%? А больше можно? Как? Фестиваль флешей? Каждые два часа новый товар со скидкой до 80% еду. Только 28 и 29 июля. В Юлмарте. На сливы.ру. Следите за расписанием фестиваля флешей. Подробности на сливы.ру и юлмарт.ру. Ого, Юлмарте РСГ. 197-227. Санкт-Петербург. Сизово Дум. Два литера А. ОГРН 111-784-760-7900. Для тех, кто создает для своей семьи все самое лучшее. Для тех, кто ценит прогулки в парке и уют. Мы строим квартал бизнес-класса «Наследие на Преображенке». Первый дом уже построен. Мы приступили к строительству второй очереди. Созидатели. Живите в «Наследии на Преображенке». ГАУС Девелопмент. Время жить в России. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте «Наследие-дефизгалс.ру». Александр, предприниматель из Волгограда, продал в «Карпрайз» свой «Ауди А6» 2010 года за 922 тысячи рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. «Карпрайз.ру». Как трейдин, только выгоднее. Давайте на чистоту. При выборе квартиры вас интересует цена, срок сдачи и комфортные условия. Поэтому по делу. В ЖК «Пироговская ривьера» квартира от 2 миллионов 400 тысяч. Высокое качество строительства. Сдача домов в этом году. И это в окружении леса, на берегу водохранилища. «Пироговская ривьера». Дышите лесом. Телефон 1-3-3-3-9. Код города 495. Проектная декларация на пироговодефисривьера.ру. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы 495. Знаете ли вы, что иногда упрямство крепче костей? Джек Дилейни был очень гордым спортсменом. Он считал, что раз уж стал чемпионом мира, то теперь ни единая душа на свете не сможет биться с ним на ранных. Случай доказать свое превосходство представился ему скоро. Перед защитой титула он сломал в пьяной драке руку, но отказался откладывать бой, намереваясь побить претендента одной левой. Если бы он победил, история была бы, наверное, слишком красивой. По итогам 10 раундов новым чемпионом мира стал Джимми Мелони. Я Биг Уайлд. Вы слушаете «Спорт.ФМ». Продолжаем, дорогие друзья, наш эфир. 100% футбола в студии Нобеля Рустамян. Говорим о самых важных событиях в мире футбола. И, собственно, читаем ваше смс-сообщение 5533. Вначале сообщение слово «спорт» наш смс-портал. В ватсапе номер ватсапа и вайбера 8925-22-22-932. Это наши контакты, так что ждем ваших звонков, сообщений. В частности, спрашивает Геннадий Красно-Белый Солнцева на смс-портале. «Нобель, откуда у Юви такие деньги? Наводит на нехорошая пора в серию «Би», пишет Геннадий. Геннадий, наверное, не вам отправлять «Ювентус» в серию «Би». Что касается денег, то они есть. «Ювентус» много заработал в последние годы. И, наверное, смело тратить деньги. Тем более заработал в разных направлениях. И с точки зрения маркетинга. И продавая права разнообразные. И телевизионные, и коммерческие. Ну, и, соответственно, в том числе и продавая футболистов. Так что, просто с деньгами сейчас проблем особо нет. Ну, а у нас есть другой, не менее важный вопрос, который мы очень хотим обсудить. И, собственно, немножко тема ушла в тени. Видимо, из-за того, что наступили клубные дела, Еврокубки. Но, тем не менее, по-прежнему сборная России без тренера. И вот две встречи, которые были на прошлой неделе у Виталия Леонтьевича Мутко с Урбаном Бердыевым. И до этого с Станиславом Черчесовым. Далее мы все ждем новостей. Будут ли встречи, например, с Сергеем Симаком, Александром Бородюком, как анонсировал. Собственно, Италия Леонтьевича Мутко. Ну, и плюс накануне небольшое масло в огонь. Подлили интервью губернатора Ростовской области Голубева и Алиус Денова. Одного из патронов у клуба Ростов. Они говорили о том, что Курбан Бердыев может уйти в сборную России. Обо всем этом мы поговорим с моим большим другом, с известным футбольным журналистом. У нас на связи, если я правильно понимаю, заместитель шефа отдела футбола газеты «Спортэкспресс» Сергей Егоров. Сереж, здравствуй. Правильно я назвал должность? Добрый вечер. Все правильно, да. Отлично. Сереж, ну, собственно, вопрос, который я уже так, собственно, обозначил. Затишься вокруг поста тренера сборной России? Или все же стоит ждать каких-то новостей в ближайшие, может быть, часы, дни? Ты правильно все это дело назвал. Затишье. Потому что у человека, который, собственно, и принимает решение, о процессе этого принятия решения мы с тобой не раз говорили. И в данной ситуации, говорю, о минице спорта-президенте РФС. Сейчас, ну, несколько другие задачи были в начале этой недели. Все, что связано было с олимпийской нашей сборной, вероятно, все внимание и силы были брошены туда. До футбола, мне кажется, и по моей информации, пока руки не доходили, потому что время есть. В том числе и по той причине, что нет определенности, пойдет ли сам нынешний президент РФС бороться, вернее, пойдет ли он занять кресло, собственно, в сентябре на конференции РФС. Ну, то есть, грубо говоря, все эти разговоры, которые в кулуарах, собственно, только в кулуарах ходили о том, что с Черчесовым есть такая устная принципиальная договоренность, не о том, что осталось лишь подписать контракт. Они сейчас уходят на второй план, потому что, в принципе, есть давление на Витальевича, что он может не быть президентом РФС. Я правильно понимаю? Я не скажу, что это давление, но это неопределенность. Это неопределенность, потому что неясно, собственно, сколько будет нашей спортивности, сколько людей составит наша делегация в Рио, и мысли, и чаяния все брошены туда. Поэтому, что касается Черчесова, то Черчесова и Курбана Бердыева, это подтвердено достаточно официально, то, в общем, мне кажется, их познание в ситуации по борьбе с допингом и вообще в ситуации с нашей олимпийской командой после встречи с министром, они существенно возросли, потому что, как я слышал, каждый из них прослушал определенную лекцию перед разговором о российском футболе. Вот это можно говорить совершенно определенно. Что касается двух других кандидатов, то, я полагаю, им еще это предстоит. Накануне были интервью Алиус Денова, губернатора Ростовской области Голубева, и они, собственно, как-то единоклассно практически чуть ли не провожали Курбана Бердыева в сборную, хотя, насколько мне известно, каких-то конкретных разговоров о работе сборной между Бердыевым и Мутко не было. Насколько ты оцениваешь высокие шансы, что Виталийович вернется к разговору с Бердыевым от посту тренера сборной России? Он может вернуться, потому что все-таки точного решения нет. В том числе и потому, что Виталий Леонид понимает, что это будет его решение. Ведь на последнем исполкоме, когда он справедливо спросил, после того, как были названы четыре кандидатуры, он задал вопрос у члена мисполкома, есть ли у кого-то возражение, дополнение или, может быть, предложение, ни у кого у этих предложений не прозвучало. Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что решение будет приниматься одним человеком не потому, что он так хочет. Вот в данной ситуации совершенно точно не потому, что он так хочет, а потому что нет, собственно, людей в исполкоме, не нашлось, которые бы сказали, что у меня есть такая кандидатура, давайте мы ее рассмотрим. Мне очень жаль, что так случилось. Потому что все предыдущие годы очень часто нам приходилось эту тему обсуждать и другие члены исполкома говорили, а вот у нас не спрашивали, мы бы там, может быть, и рады были что-то предложить, но вот не спросили. А сейчас спросили, но никто не предлагает, поэтому мы и говорим об этих четырех кандидатурах. Сереж, если можно, коротко, небольшая пауза, еще два вопроса к тебе. Пробки, друзья, пробки в Москве, они есть, куда без них. Четыре балла. В Москве стоит Дмитровское шоссе от 8-й северной линии до моста через канал. Здесь пробка аж на полчаса, самая крупная пробка в столице прямо сейчас. Также есть пробка на Волоколамском шоссе. От Ленинградского шоссе до улицы Панфилова пробка аж на 23 минуты. Их стоит также шоссе энтузиастов. От авиамоторной улицы до проспекта Буденова пробка на 20 минут. Мы возвращаемся к разговору с Сергеем Егоровым, обозревателем «Спортэкспресс», заместителем шефа отдела футбол. Этой самой газеты популярной у нас в стране. Сереж, ну и, собственно, возвращаясь к теме тренера сборной России, если в процентах рассуждать, фаворит ли остается Черчесов или что-то меняется? Я бы вернулся к Ростову, с твоего позволения, я не доответил. Потому что очень важная вещь, когда, ну, говорят сыновники вот столь важной категории, как губернатор Ростовской области, то, мне кажется, хотелось бы в ситуации, когда они высказываются о применении план Бехтича и сборной России, чтобы они как-то нам объяснили, что происходило с командой с того момента, как она заняла второе место. Почему 18 футболистов, почему команда не усилилась, потеряла нескольких ключевых игроков, на мой взгляд, да, и что вообще происходит, как они видят это будущее. А говорить о том, что кто-то мог занять какую-то должность, это слишком просто. Что касается в процентах, то все равно остается безусловным фаворитом Станислав Черчесов, в том числе и потому, что с ним встретились первым. Это крайне важный сигнал. И именно Станислава Черчесова отдали, если говорить о расставлять по ранжуру, как ты просил, то, наверное, второй Александр Бородюк, Курбан Бердеев и Сергей Семак завершают. То есть Курбан Бердеев даже не второй? Я бы в равной степени оценил вероятность как Александра Бородюка, так и Курбана Бердеева. Ну и, собственно, еще один вопрос уже в завершении. На твой взгляд, вот тема иностранного специалиста, она не поднималась по каким причинам? По причинам того, что слишком велика досада до сих пор от работы Фабио Капелло, или может быть все же сейчас финансовое положение не такое, чтобы тянуть зарплату даже там в 4-5 миллионов евро для иностранного специалиста? Ну, то, что ты сказал, безусловно, имеет право на существование, но мне кажется, что очень важная деталь – это то, что происходило вокруг тренера-иностранца в последние годы, когда люди после поражений или даже в момент, когда сборная выступала экспертно, обсуждали, собственно, не игру, а обсуждали только финансовый рынок, применительно к футболу, и говорили о том, сколько главных денег зарабатывает. Понимаешь, у нас сборная России, возможно, сейчас на сегодня является единственной по-настоящему частной командой в стране, а РФС – это как единственный по-настоящему частный клуб, потому что уже в течение нескольких лет все требуют от федерации показать высочайшие результаты по заработкам, привлечению спонсоров и по всяким коммерческим проектам. Вспоминаем о том, что эта команда вообще-то представляет нашу страну, в тот момент, когда она получает три мяча от Уэльса. Это, честно говоря, горько. Спасибо большое, Сергей Егоров, обозреватель Спортэкспресса. Как всегда, очень любопытно и с важными деталями о том, что происходит в российском футболе. Спасибо вам большое, всегда рады его слышать и видеть в этой студии. Ну а прямо сейчас поговорим об анонсе конкурса прогнозистов. Если ты точно знаешь, кто сильнее «Зенит» или «Оренбург», если ты можешь предположить, по какой тактике сыграет Курбан Бердеев, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте www.sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей РФПЛ начнется с минуты на минуту. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Первый тур уже в субботу. Главный приз, друзья, аж 30 тысяч рублей конкурс прогнозистов на сайте www.sportfm.ru Вот так, друзья, можете заходить и можете делать свои прогнозы на матч российской футбольной премьер-лиги. Пока же напомню вам, что у нас программа «100% футбола» в студии Нобеля Рустамян. Ну и наши контакты работают для вас. Наши телефоны, наш смс-портал и, конечно, наш вайбер и наш ватсап. Пока, дорогие друзья, наши телефоны 8495-276-0932 8495-276-1932 Смс-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт» Ну и вайбер с ватсапом 8-925-222-293-2 Вот так с нами можно связаться. Дорогие друзья, читаю ваши сообщения в ватсапе. Нобель, добрый вечер. Почему в Италии нет сейчас звезд, как Дель Пьеро, Коноваро и Индзаги? Что думаете? Ну, в Италии действительно был кризис с футболистами. Он продолжается. Хотя, повторюсь, что многие игроки тоже высокого уровня. Тот же Леонардо Бануччи. Например, защитник абсолютно блистательный. На мой взгляд. И поэтому, что же, какие-нибудь такие футболисты появляются. Мне кажется, Италия так преодолела свою нишу, точку падения в футболе. И, наверное, сейчас, может быть, новое поколение итальянцев предстанет перед нами уже в таком хорошем, качественном виде. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Нобель. Доброго вам вечера. Доброго. У меня просто по поводу главного тренера сборной России, я просто не понимаю, почему. Но Гердеев, он доказал, что в Рубине, что в Ростове не с самой, я не знаю, денежной командой, не с самыми сильными игроками, доказывает день от дня то, что он сейчас сильнейший, можно сказать, тренер вообще российского чемпионата. Да и не только, наверное, российского. Я не понимаю, почему на него не смотрят. Может быть, это как раз связано с религиозными, с его этими, ну, как бы, правилами, что ли. Я не думаю, что только в этом проблема. Я вообще не называл проблемой, это нормальная история. Человек свободен в своем вероисповедании. Что касается, почему не Гердеев, ну, я думаю, что здесь, может быть, качество, прежде всего, профессиональное выходит на первый план, потому что все же Курбан Гердеев для нас, для многих, тренер именно клубный. И это играет свою роль. Хотя я с вами согласен, что Бердеев все же проявил себя с прекрасной стороны, и он добился права, наверное, быть тренером самой главной команды России. Но, вот, видимо, Виталий Мутко считает по-другому сейчас, на данный момент. Ну, и плюс Танислав Черчесов, он тоже ведь добился успехов. Причем, плюс Черчесова, что, опять-таки, как и Бердеев, собственно, можно работать не самыми звездными футболистами, ведь это тоже важный момент. И еще, ко всему прочему, Черчесов работал за границей. Да, это Польша, может быть, особенная страна. Это не Германия, не Испания, не Италия, не Голландия даже. Но, тем не менее, это страна, где тоже сложно иностранцу. Черчесов был там иностранцев, и Черчесов сумел там добиться неплохого результата. Мягко скажем, выиграл и кубок, и национальный чемпионат, что является, конечно, достижением для любого специалиста. Так что, мне кажется, здесь тоже момент очень немаловажный. Дорогие друзья, у нас есть еще телефонные звонки. А тем временем, Астана забила ворота с Селтиком, что очень любопытно. И выигрывает 1-0 прямо сейчас. А у нас на свете Тимофей. Тимофей, здравствуйте. Вот, Ильсен Доквей. Это Тимофей, сейчас кто беспокоит. Вот, у нас играл Макс Григорьев, да, с локомотива. Он нас два года был в аренде. И сейчас мы ждем его. Вы судьбу не скажете, где он сейчас настаточный ходит. Ну, без понятия. Я без понятия, где Максим Григорьев. Я, честно, не слежу за его перемещениями вокруг, точнее, вокруг мира, в мире. Не знаю. Ну, надеюсь, если вы его ждете в Ростове, то он непременно к вам приедет. Тем более, если есть какая-то договоренность на сей счет. Да, друзья, Астана действительно обыгрывает Селтик 1-0. И, собственно, пока что моя ставка в Винлайн выигрывает то, что Астана не проиграет эту встречу. Пока что Астана действительно впереди. Ну, и говоря о других матчах, Лига Чемпионов набирает обороты, пусть пока что в коллекционной стадии. Но, тем не менее, сегодня еще несколько любопытных матчей. В частности, игра между Фионер Бахче и Монако. Это игра двух команд, которые, на мой взгляд, ставят очень высокие цели по ходу всего сезона. И, собственно, я сегодня жду очень хорошего, качественного футбола в Стамбуле. Ну, и, собственно, коэффициент на то, что обе команды забьют. Линия компании Винлайн на 2. Вот я, пожалуй, выберу именно это. Двойка на то, что... Коэффициент 2 на то, что и Фионер Бахче, и Монако сегодня забьют. Такая хорошая ставка у Винлайн. Но я уверен, что если я доеду, как говорится, Винлайн заплатит без вариантов. Пробки, дорогие друзья. 4 балла местами затруднения. Стоит метровское шоссе. По-прежнему очень неприятная ситуация здесь, на участке от 8-й северной линии до моста через канал. Пробка на полчаса. А также проблемы есть на Москворецкой набережной от Садовнического проезда до Большого Москворецкого моста. Пробка на 27 минут. И стоит шоссейная улица от шоссейного проезда до улицы Полбина. Пробка на 23 минуты. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. Друзья, мы в эфире. И читаем ваши смс-ки. Нобель Липи много денег не попросит. Попеску написал. Попеску. Ну, я думаю, что при всем том, что вы тоже авторитет в футболе, судя по фамилии. Но я думаю, что как раз таки Марчелло Липи отнюдь не дешевый тренер, если вы его рассматриваете в контексте потенциального тренера сборной России. Думаю, что он будет стоить довольно дорого. Хотя, как вариант, Липи, конечно, классный специалист. Это, собственно, одно из самых громких имен в мировом футболе за последние 30 лет. Он выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, конечно же, как главный тренер. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем Никиту. Никита, здравствуйте. Да, здравствуйте, Мабир. Здравствуйте, Никита. У меня такой вопрос. Вы не могли бы небольшую ставочку по Селтику сказать? Потому что команда сейчас как на закате уже своей? Какая команда? Селтик, Селтик, которая сейчас основная играет. Селтик, команда, в смысле, на закате. Я не очень понял вопрос. Она собирается жить дальше, никто ее не собирает. Она не собирается погибать, поверьте. Если вы берете качество футболистов, футбол шотландский в кризисе, это все прекрасно знают. И, к сожалению, это прежде всего исходит от того, что мы знаем о проблемах, которые есть у Глазго. А двигатель шотландского футбола именно это противостояние Глазго и Селтика. Глазго мы знаем, что отправили в нише дивизион из-за долгов, из-за финансовых проблем. И сейчас Глазго потихонечку поднимается наверх. Но понятно, что еще до былого величия далеко. Но и Селтик тоже, соответственно, испытывает проблемы. Хотя Селтик регулярно проходит в групповой этап Лиги Чемпионов. Это, конечно, дает большие дивиденды команды. Спонсор программы «Зао Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама Мы провожаем яхты взглядом, любуемся ландшафтным нарядом. Гуляем в парке, ездим в метро и смотрим на Москву в открытое окно. Исполнилась заветная мечта. Нас окружает комфорт и красота. В микрорайоне «Павшинская пойма» у Москвы-реки. До конца лета при покупке квартиры машина-места в подарок. Звоните 495-181-0101. Количество квартир ограничено. Генеральный агент инвестиционная компания «Орион». Теперь я знаю, как купить «Тойота Камри» выгодно. До конца июля этого года. Назовите пароль «Тойота Бизнес Кар». В «Тойота Центр Битца», «Каширский», «Серебряный Бор», «Рублевский», «Левобережный» и «Лосиный остров». И получите индивидуальные привилегии на «Тойота Камри». Подробнее в шоурумах и по телефону. 151-23-73. 151-23-73. Код Москвы 495. Подробнее о привилегиях на сайте toyotabc.ru при поддержке ОО «Тойота Мотор». Новая история старой Москвы начинается в районе Кунцево. Новый архитектурный проект «Достояние» начинается в августе. «Достойное». Выбирайте «Достояние» в районе Кунцево. Подробности на сайте «Достояние-дефизгалс.ру». Галс. Девелопмент. 495-725-5555. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы 495. Рио. 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 Рио зовет. Ола, амигос! Наконец-то расскажу о любви бразильцев к мясу. Во внутренних засушливых районах Бразилии, сиртанах, предпочитают блюда из вяленого мяса, а также из маниока. Давным-давно жителям штата Мняс-Жирайес в большинстве своем скотоводам приходилось постоянно кочевать с места на место и питаться, не затрачивая на приготовление еды больших усилий времени. Поэтому в их рацион входили такие блюда, как туту, шкварки, мясо в котелке, мучные блюда и блюда из дикой фасоли. Типичной для этого региона пищей является говядина и мясо цыпленка, но особое предпочтение отдается свинине. Широко распространены блюда из маниоковой муки и кукурузы, а также белокочаной капусты, тыквы и других овощей, фруктов и зелени. Излюбленной пищей стала шураска – мясо на углях. Жарилось оно непосредственно в углях или, когда позволяло время, нанизывалось на деревянный вертел. Выращивание скота было основным образом жизни в Бразилии в течение долгого времени. Ковбойская любовь к стейку или жареному на барбекю мясу распространилась по всей стране в виде ресторанов-гриль, предлагающих шураска. Ныне примитивный метод поджаривания мяса заменили металлические грили современных жаровин, но принципы компонента остались прежними – мясо, соль и огонь. В другой программе расскажу о международном влиянии на кухню Бразилии. Адьос! Спонсор программы ЗАО «Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сто процентов футбола в студии Нобеля Рустамяна. Мы говорим, естественно, о самых важных событиях в российском футболе, в европейском футболе. Обсудили мы, естественно, игру между Ростовом и Андерлехтом. Ну и завтра московский «Спартак», друзья, возвращается в Еврокубки. В Еврокубки, которую так долго ждали. И прямо сейчас мы отправляемся на Кипр. Там находится специальный корреспондент информационного агентства «ТАСС» Максим Аланазаров. Итак, большой специалист в области российского футбола. Максим у нас на связи. Максим, здравствуй. Привет, Нобель. Всем здрасте. Тяжелый голос, Максим, у тебя. Тяжело вздохнул. Что-то не так на Кипре происходит? Очень жарко, Нобель. Очень жарко сейчас в Ларнаке. Мы сегодня прилетели на Кипр в районе 12 часов. Еще как вышли из самолета, сразу поняли, как будто зашли в сауну. И сейчас еще погода ухудшилась, можно так сказать, потому что плюс 40. Совершенно невозможно находиться на улице. Игроки тренируются. Вот прямо сейчас проходит тренировка на основном поле стадиона в Ларнаке. Игроки тренируются там, где есть тень немножко от крыши стадиона. В тени плюс 36. На солнце, я повторюсь, больше 40. Это тяжелые условия. Только что закончилась трех-конференция, на которой Дмитрий Оленьевич, Владимир Оленьевич, он тогда отметил, что он не понимает, почему игра была назначена на такое раннее время. Он не понимает, почему никто не заботится о здоровье футболистов. И, ну, сказал Дмитрий Анатольевич, что обе команды будут играть в равных условиях. Это ни в коем случае не отговорка, но играть в такую жару, естественно, никому неприятно и неудобно. В каком состоянии «Спартак» подходит, если брать непосредственно настроение футболистов? Потому что, как ни крути, официальных матчей еще не было. И все же, согласись, Максим, небольшое опасение есть. «Спартак» уже, к сожалению, вот так несколько раз вылетал. Сенсационно от команд, которые до матча с «Спартаком» не все знали в России. Да, это было и три года назад с «Ингалиной», и раньше от «Легии». Что касается каких-то ожиданий от «Спартака», тут очень сложно говорить, потому что «Спартак» есть «Спартак», он может проиграть любой команде, может преподнести сюрприз со знаком «минус», играя против любого соперника. Что касается состава, только что Дмитрий Оленичев сказал, что в основе завтра выйдет молодой новичок команды «Забнин». Рядом с ним будет играть капитан Глушаков, наверное, да? Это как-то, может, Забнину поможет. Все-таки Глушаков в роли капитана должен как-то, наверное, молодому парню помогать. Посмотрим, как будет строиться игра «Спартака». Отметил Оленичев капитана Ларнаки, центрального полузащитника бразильского нападающего, и левого защитника, который часто подключается к атакам и креативит на фланге. В общем-то, кроме погоды и тех персоналей, которые отметил Оленичев, больше ничего такого примечательного он в завтрашнем сопернике не сказал. Ну и говоря непосредственно о болельщиках. Болельщики «Спартака» очень долго ждали и давно ждали выезд в Европу. Вот насколько им повезло с точки зрения того, что можно совместить приятное с полезным и позагорать, искупаться, на Кипре отдохнуть и поставить футбол? Да, конечно, можно отдохнуть три дня, море очень теплое. Мы сегодня тоже успели уже искупаться, практически как в ванной. То есть я даже не помню, что я когда-то купался в таком теплом море. Честно говоря, очень жаркая погода. Еще раз повторюсь, болельщиков должно приехать около 500-600 человек из Москвы. Может быть, будет больше, потому что много отдыхающих сейчас на Кипре и в Греции. Думаю, кто-то, может быть, даже доедет на этот матч. Билеты начнут продаваться завтра в центральной кассе стадиона. Номиналом 15 евро, я вообще не ошибаюсь. Ну и, собственно, Максим, еще один вопрос в завершение. Что ты знаешь о команде «АЕК» из Ларнаки? Говорят, какое-то испанское нашествие на эту команду. И, собственно, в этом главная сила этого клуба. Да, испанское нашествие действительно. Испанские тренеры, испанские игроки, испанское руководство клуба. И, кстати, Дмитрий Оленичев тоже отметил на пресс-конференции о том, что он не понимает, почему, скажем так, не понимает, а негодует, почему на этот матч был назначен испанский арбитр. Но вот Оленичев понадеялся, что арбитр будет судить профессионально и не будет зависеть его работа от того, что в кипрском клубе очень много его соотечественников. Спасибо большое, Максим Аланазаров. Корреспондент специальный информационного агентства «ТАСС», человек, который уже объездил почти что весь мир в погоне за новостями европейского футбола. Сейчас к нам любезно вышел на связь, находясь на Кипре. Он там готовится к завтрашнему матчу «АЕК» – «Спартак» – «Москва». «Спартак» – «Московский» возвращается в Еврокубки. «Спорт-ФМ» – 100% футбола. А мы возвращаемся к разговору с вами, дорогие друзья. Итак, 5533, начале сообщения, слово «Спорт», наш СМС-портал. Телефоны 495-276-0932 и 495-276-1932. Будем потихонечку переходить к теме европейского футбола. Накануне Гонсало Игуаин перешел из Наполи в Ювентус за 90 миллионов евро. Такая сумма была прописана в Клаусуле. То есть в сумме отступных за этого нападающего. Сегодня Гонсало Игуаин на частном самолете. Ну, это, я думаю, что не проблема для него. Сейчас прибыл в Турин, где его встречали болельщики. Огромное количество. Тифози Юве и Гонсало Игуаин сегодня сделал свои первые шаги уже почти что в футболке Ювентуса. И, кому интересно, Игуаин сейчас третий трансфер в историю мирового футбола по сумме, которую заплатили за игрока. Пробки, дорогие друзья, прямо сейчас. Итак, 4 балла в столице. Есть проблемы на Москворецкой набережной. Пробка на 27 минут. Стоит также Боровское шоссе от МКАД до Попутной улицы. Пробка на 20 минут. И проблемы есть на улице Ленина от улицы Карбышева до улицы Маяковского. Пробка на 20 минут. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Итак, Гонсало Игуаин. 90 миллионов евро. Шокирующая новость накануне пришла из Италии. Никто не мог поверить и предположить, что «Ивентус», который обычно торгуется до последнего евро, вот так выкладывают кругленькую сумму. Ну, сумасшедшую абсолютно сумму. За 28-летнего нападающего, который, да, провел блистательный сезон прошлый за Наполе. Забил 36 мячей. Побил рекорд, который держался более 50 лет. Даже больше 65 лет он держался. Ну, вот Гонсало Игуаин. Теперь нападающий туринского «Ювентуса». 90 миллионов евро за него заплачено. Третий трансфер в истории футбола. Напомню, что опережают Игуаину теперь только Криштиану Роналду, за которого Реал в свое время заплатил Манчестер Юнайта 94,7 миллионов евро. И также опережает Гонсало Игуаин, опять-таки, Гаррет Бейл, который перешел в мадридский Реал за 100 миллионов евро. Ровно 100 миллионов евро было заплачено за Гаррета Бейла, мадридским Реалом, английскому Тоттенхэму. Вот такое событие. Насколько оно справедливо сложно судить. Но это, конечно, в историю итальянского футбола и европейского футбола в целом. У нас есть болельщики, которые до нас дозвонились. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось бы по двум темам высказаться. Вот по Ростову вчерашнего матча. Ростов, конечно, вчера хорошо выглядел. Играли короткий пас. Движение было. Борьба. Как всегда, у Курбана Бердеева хорошо поставлена. Верховые мячи очень много выигрывали Ростов. Но все-таки команда в классе уступает Андерлехту. Дома они Андерлехту должны все-таки проиграть. Ну и пенальти, конечно, там никакого в помине не было. Это по Ростову. Как-то вы против Ростова выступаете по всем фронтам. Пенальти нет, шансов нет у Ростова. Я смотрю на ситуацию. Почему шансов? Почему шансов-то нет? Вы не верите, что... Нет, шансов нет. Вы думаете, Ростов не забьет? Классные. Вы думаете, Ростов не забьет? Классные. Андерлехт. Я думаю, что дома они все-таки должны дожать. Ну, команды классные тоже проигрывают иногда. Ну, а по Спартаку что сказать? Начало сезона посмотрим, как они сыграют. Команда там крепкая тоже. Почти одни испанцы. Спартак может и проиграть. Все может быть. Будем смотреть. Спасибо. То есть здесь класс Спартака не сыграет свою роль в матче против АЕК, а он Андерлехт и класс сыграет. Понял. Спасибо большое. Ваши рассуждения были абсолютно понятны. СМС-ки читаем. Нобель, доброго дня. Кто ближе к переходу Спартак? Чернуков, Фонта или Кверквей, или Артемий, или Ктрасталь? Я думаю, что вы написали в правильном порядке. Артемий. Нобель, скажите, пожалуйста, что решили насчет Манчини? Все сложно в Манчини, потому что никак не может он помириться с китайскими новыми владельцами интернета, найти общий язык. И я допускаю, что все же отставка случится до начала сезона. Кандидаты вместо Роберто Манчини это Франк де Бур, это Леонардо. Вот, собственно, те, кто могут заменить Роберто Манчини в Миланском интере. Еще один вопрос. Под каким номером будет играть Игуаин в Ювентусе? Под девятым уже сегодня Игуаин прибыл в Турин, прошел медосмотр. Его встречали в аэропорту. Он также, ему было подарено футболу к Ювентусу, ну, собственно, руководством клуба с номером 9. Игуаин, новая девятка Ювентуса. Ну, соответственно, завтра на первую половину дня назначена большая пресс-конференция, официальная презентация Гонсала Игуаина как футболиста туринского Юве. Ну, а прямо сейчас, дорогие друзья, давайте вернемся к Марии Терской, потому что помимо Аека Мария болеет еще и за Юве. Маша, ну как тебе переход Пипита Игуаина в Ювентус? Тебя только что хотела об этом же спросить. Я рада за Ювентус, что он расплатил. Игрок кипрского клуба Хорхе Лоренцо, в отличие от Дмитрия Оленьчева, погоды завтрашний не боится. Он заявил, что мы готовы играть в любую погоду, постараемся не обращать внимания на жару и будем биться за каждый мяч, постараемся создать сопернику как можно больше проблем. Вот такой вот опасный АЕК. И о составе Спартака, опять же, со слов Дмитрия Оленьчева, не смогут принять участие в игре Ромала и Писиков, но на поле выйдет Роман Зобнин и не готов на данный момент выходить еще полузащитник красный белок Фернандо, поскольку находится не в лучшем состоянии. Отлично. Спасибо большое, Машенька, за такой интересный рассказ. Ну а мы, с твоего позволения, продолжим тему Гонсала Игуаина. Гонсал Игуаин пока что не замечен в музыкальных каких-то направлениях. Он все же футболист, один из лучших футболистов в современном футболе, уж нападающих точно. А Гонсал Игуаин сейчас просуждаем и с одним из сильнейших специалистов в области латиноамериканского футбола, конечно же, это Игорь Катманов. Игорь, здравствуй. Обращаюсь я к Игорю Катманову. Игорь, здравствуй. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Надеюсь, ты нас хорошо слышишь. Ну что же, Игорь, Гонсал Игуаин перешел в Туринский Ювентус. Понятно, что никуда не деться от суммы в 90 миллионов евро, но вот если на секунду от нее отлечься, на твой взгляд, насколько идеальный получился трансфер для двух сторон, для Игоина и для Ювентуса, и насколько Наполи может сейчас себя чувствовать обреченным без такого нападающего? Ну, Наполи уже нашел замену или ищет, я так понимаю, Милик перейдет и заявит. То есть ты считаешь, что Милик замена Игуаину? Нет, я не считаю, что Милик замена Игуаина. Я считаю, что Милик игрок перспективный, потому что Игуаину все-таки 28 лет, и Игуаин это уже состоявшийся форвард, состоявшаяся звезда, и, наверное, все-таки футболист, который уже перерос уровень Наполи. Хорошо, но если говорить об Игуаине, почему с его стороны выбор в пользу Ювентуса? Потому что им интересовались испанские гранды, им интересовались английские гранды, ПСЖ. То есть выбирай, не хочу, почему он выбрал Ювентус? Ну, потому что в карьере Игуаина, в общем-то, Италия занимает особое место, да, Италия, где он обрел второе дыхание, наверное, именно в Наполе, после, в общем-то, весьма успешных лет, проведенных в Мадридском Реале. Потому что Игуаин это, в общем, человек, который, если мы заметим, в сравнении со многими другими современными футболистами, он не так много команд менял, да. Наверное, мне кажется, он просто не хочет уезжать из страны, во-первых. Во-вторых, он прекрасно понимает, что если он не уедет из Италии, то единственный клуб, подходящий ему по уровню, это Ювентус. А, во-вторых, я так понимаю, у Юлы просто серьезная амбиция, и на этот сезон и состав подбирается очень хороший. Ну, и расскажи чуть подробнее об Игуаине, насколько у него серьезная пресса в Аргентине, насколько он ценится в своей стране. Ну, что касается Аргентины, я напомню, что он воспитанник Риверплейта, а Риверплейт – это такой знак качества, да. Мы можем вспоминать, начиная от Ди Стефана и заканчивая там Канижи, Ирнаном Креспо, в общем, знаменитыми нападающими. В Аргентине, ну, к нему, наверное, отношение неоднозначное, в первую очередь из-за неиспользованных моментов, да, в решающих матчах сборной Аргентины, с одной стороны. С другой стороны, если мы вспомним выступление Игуаина за сборную, даже последние игры, и он забивал дубль, делая в полуфинале Копа Америка, да, в отборочных матчах он, может быть, не так много забивал, но он дал решающие передачи в отборе с теми же бразильцами и с теми же чилийцами, когда их Аргентина победила. И, в общем, в Аргентине его считают топ-форвардом, одним из лучших форвардов мира. Но я думаю, что тот же Сабелья, тот же Хирада Мартина, да, бывший тренер сборной Аргентины, они же не враги себе, а когда они отдавали предпочтение в стартовом составе, именно выпускали Игуаина, да, и делали на него ставку. Потому что много можно иронизировать по поводу того, что Игуаин не забивает в решающих встречах. Мне кажется, это немножко преувеличение. Потому что, если вспоминать матч Наполи против Юва, опять-таки, да, это, по-моему, было начало сезона, когда Наполи выиграл 2-1 в итальянской серии А, то там как раз-таки лучшим игроком матча был, по-моему, Гонсало Игуаина. Да, он сделал дубль, Игорь, если можно, небольшая пауза, потом вернемся, еще один вопрос к тебе есть. Пробки 5 баллов, стоит Ново-Рязанское шоссе, от Смирновской улицы до Рязанского шоссе. Проблема есть на Садовом кольце, внешняя сторона от Олимпийского проспекта до улицы Красина. Пробка на 26 минут. И проблема есть на Савихинском шоссе, от Южной улицы до реки Чичора. Здесь пробка 25 минут. Спорт-ФМ. 100% футбола. Игорь Катманов, ведущий Спорт-ФМ, один из самых главных специалистов в области европейского и латиноамериканского футбола. Игорь, ну и завершая тему, Гонсало Игуаина, насколько, на твой взгляд, с ним может Ювентус покорить главную свою вершину, победить в Лиге Чемпионов? Насколько это такая ключевая фигура? Или все же ты считаешь, что Игуаин, он хорош, он классный нападающий, но он не готов в одиночку решить судьбу матча финального или полного? Я думаю, что Игуаин – это замена Тевису. Игуаин, безусловно, способен решить в одиночку судьбу встречи. Про игру с Ювой мы говорили. И вообще Игуаин, наверное, на сегодняшний день один из лучших нападающих в мире. Во всяком случае, в топ-5 он входит наверняка. Может быть, мы с тобой как-то общались. Может быть, и в топ-3. Потому что мне на ум приходят, как тебе, наверное, Ливандовский и Суарес. Ну, вот именно из таких центральных нападающих игроков практически без слабых мест. Потому что игроков, умеющих работать и на команду в том числе. Потому что этого многие не видят. Они считают только голы Игуаина. Но в прошлом сезоне было, что считать. Да, это правда. 36 мячей забил Гонсало Игуаин в прошлом году за свою команду. Спасибо большое. Игорь Катманов у нас был на связи. Ведущий Спорт.ФМ говорил о трансфере Игуаина в Ювентус за 90 миллионов евро. Думаю, что выходные Игоря темы подробно обсудят. Ну, а в Наполе настоящая трагедия. Друзья, если вы сейчас войдете в интернет и вобьете в поисковой системе Игуаин в Неаполь, то там, например, вы видите большое количество фотографий или видеоматериалов, где болельщики Наполи берут в футболки Наполи с фамилией Игуаин и, соответственно, совершают с ними разные процедуры. Смывают в унитазе, например, или отправляют прямо в открытую в мусорный бачок, сжигают, что только не делают с этими мяками с Гонсалом Игуаином. Игуаином страшно представить мне, что случится, когда Ювентус вместе с Пепитой Игуаином приедет во время чемпионата Италии на матч против Наполи. Николай, генеральный директор из Екатеринбурга, продал в CarPrice свою Toyota Camry 2015 года за 1 152 000 рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. CarPrice.ru. Как трейд-ин, только выгоднее. Для тех, кто создает для своей семьи все самое лучшее. Для тех, кто ценит прогулки в парке и уют, мы строим квартал бизнес-класса «Наследие на Преображенке». Первый дом уже построен. Мы приступили к строительству второй очереди. Созидатели, живите в «Наследии» на Преображенке. ГАУС Девелопмент. Время жить в России. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследи-дефизгалс.ру. «Газелькин». Это круглосуточный заказ «Газелей» и грузчиков. Подача машины 20 минут. Цена всего от 390 рублей. Грузовое такси «Газелькин». Звоните. 495-661-0606. Теперь я знаю, как купить «Тойота Камри» выгодно. До конца июля этого года. Назовите пароль «Тойота Бизнес Кар». В «Тойота Центр Битца», «Каширский», «Серебряный Бор», «Рублевский», «Левобережный» и «Лосиный остров» и получите индивидуальные привилегии на «Тойота Камри». Подробнее в шоурумах и по телефону. 151-23-73. 151-23-73. Код Москвы 495. Подобнее о привилегиях на сайте toyotavisit.ru при поддержке ООО «Тойота Мотор». КР Пропертис представляет. Новый лофт-блокбастер в центре Москвы. В главных ролях. Двухуровневые мансарды, просторные студии и комфортные жилые лофты. Креативный квартал «Студия 12». Меняй правила и выигрывай. От создателей самых громких лофт-проектов в центре столицы. Потолки от 3 метров, панорамные окна и свободная планировка. Всего 10 минут от садового кольца. «Студия 12». Лофты от 8 миллионов рублей. 8495-780-4040. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Город. Город. Герой. Герой. Один город. Один чемпион. На «Спорт.ФМ». Город. Зеленоград. Район Крюково. Герой. Евгений Ловчев. Советский футболист. Чемпион СССР. Я не городской житель, я знаменитый деревня Крюково. Это сейчас там Зеленоград. И оттуда взяли когда-то могилу неизвестного солдата и перенесли к Кремлевской стене. А у группы Самоцвета была такая песня «У деревни Крюково погибает взвод». Но самое главное, я помню, это послевоенное время было, мне 13 лет было, плакал, стоял. И когда сегодня празднуют вот эти вот юбилеи, да, для меня это ценно, и я это помню, и я это знаю, что это такое. Крюково и Евгений Ловчев. Спонсор программы ЗАО «Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола, дорогие друзья. Ну и, соответственно, мы уже много говорим о матче АЕК-Спарта, который нас ждет завтра. А я, пока были новости, зашел на сайт Винлайн и решил посмотреть, какие же котировки на этот матч. И вот, что я обнаружил, что, в принципе, можно удивить. Но на «Спартак» очень неплохой коэффициент у линии Винлайн. 2-0-9 на победу «Спартака». И, пожалуй, я выберу именно эту ставку, что «Спартак» завтра победит. Понимаю, что будет слишком жарко. Понимаю, что испанцы против, ну, именно испанские футболисты. Очень много их в «Ларнаке». Но, тем не менее, я все же рискну на победу «Спартака» чистую. У Винлайн поставлю за 2-0-9. Мне кажется, весьма вкусный и перспективный коэффициент. Продолжаем, друзья. Говоря о самых главных трансферных событиях. Конечно, возможно, самый главный трансфер впереди. И это переход «Поле Погба» в «Манчестер Юнайтед». Но, помимо Гонсала Игуайна, еще один большой трансфер случился в европейском футболе. И Барселоне стоит поаплодировать. Команда сумела приобрести одного из самых, на мой взгляд, талантливых и качественных футболистов средней линии. Игрока сборной Португалии и Валенсии Андре Гомеша. У нас сейчас на связи большой специалист в области испанского футбола Станислав Рынкевич. Станислав, добрый вечер. Ну, собственно, наверное, главный вопрос. Насколько Барселона удивила всех? Потому что все же многие предполагали, что Андре Гомеш одной ногой, а то и двумя уже в Реал Мадрид. Добрый вечер. Да, действительно, удивление было. И даже не только по этому трансферу, а в принципе, как Барселона работает в это трансферное окно. Потому что практически все трансферы, которые осуществлены сейчас, были сделаны без лишнего шума. А самое главное, без того, что журналисты не атаковались доголовками в течение нескольких месяцев. Все трансферы делаются очень тихо и очень внезапно. Так и с Андре Гомешем получилось. По уточнике Гомеши, в принципе, отказался от нескольких предложений. В том числе и от мадридского Реалов. Именно потому, что он хотел играть в Барселоне. И это желание удачно совпало с желанием главного тренера Барселона Луиса Энерики. Потому что, по его мнению, Андре Гомеш идеально присутствует именно в ту схему, по которой он в Барселоне играет. Потому что Андре Гомеш замечательно смотрится в схеме 4-3-3, как центральный полузащитник, который одновременно хорошо умеет и атаковать, и обороняться. И при этом еще, так называемый, двуногий футболист, то есть игрок, который хорошо действует обеими ногами. Разница суммы трансфера. Говорят про 55 миллионов, про 65 миллионов. Какая конкретная сумма и не слишком ли рискованные инвестиции? Или все же, на мой взгляд, не рискованные? Что в Испании по этому поводу пишется? Какое ваше мнение на все еще? Ну, дело в том, что когда мы говорим о сумме трансферов, нужно иметь в виду, что они очень часто разбивают на низкие частей. То есть есть сумма, которая была заплачена прямо сейчас. Есть разнообразные бонусы, которые могут быть выключены в Валенте в зависимости от выступлений Барселона. У Барселона очень распространено контракты, которые подписываются игроками. Так что, если Барселона выиграет лигу чемпионом, чемпионат и так далее, что больше денег получают как футболисты, так и их бывшие клубы. Поэтому в данном случае, мне кажется, что разница в суммах, которая объявляется, она завязана именно на том, вот именно на этом факте. Что в зависимости от того, как Барселон выступит, Валентия получит свои деньги в разном размере. Что касается, насколько это оправданно или не оправданно по деньгам, будет видно в дальнейшем. Но мы понимаем, что в принципе трансферный рынок перегревается каждый год все больше и больше. И последние новости из трансферного мира это только доказывают. А Андрей Гомеш очень талантливый полузащитник с большим потенциалом. И Барселон, учитывая, что клуб перед собой ставит самые высокие цели ежегодно, я думаю, что это вполне себе адекватная цена по мерам нынешнего состояния на трансферном рынке. Ну и говоря о приобретении Андрея Гомеша, это все же футболист, который сейчас будет играть в основе, либо это игрок, который на вырос. Все же ему 23 года, если не ошибаюсь, тут сложно понять, это на будущей инвестиции или это прямо сейчас. Тем более, насколько я понимаю, нездоровую реакцию это вызвало у некоторых футболистов Бабарса. И, по крайней мере, пишут и сообщают о том, что Иван Ракитич и его агенты думались над тем, что после перехода Андрея Гомеша стоило бы уже и самому Ракитичу команду поменять, потому что места не будет в основе находиться именно ему. Без сомнения, что конкуренция у Барселоны сейчас сумасшедшая, причем, в принципе, по всем позициям, не только в полузащите. Давно такого не бывало, чтобы у тренера Барселоны было по два человека на позицию. Гвардиол, например, любил играть гораздо меньше обоймы футболистов, как раз-таки для того, чтобы избежать таких случаев, которые случились с Ракитичем. Но там не совсем футболист был недоволен, а один из его агентов написал твит, что, мол, пора, видимо, уходить. Вот этот футболист объявил о трансере Андрея Гомеша. Но сам Ракитич потом сказал, что он всем доволен. Вообще его официальным агентом единственным является другой человек, а не этот, а это просто какой-то из советников. Так что в этом плане немножко все разрулили. Но я не думаю, что Андрея Гомеша – это человек, который будет своего шанса ждать, потому что он уже, вне зависимости от возраста, это уже игрок сложившийся и звезда европейского масштаба. Так что он его явно покупал не для того, чтобы просиживать все штаны на лавке. Другое дело, что всегда всем футболистам, вне зависимости от их калибра, приходится какое-то время адаптироваться. И мы видели это в отношении других футболистов, в частности, например, Ардо Туран. Каким он мастером был в атлетике, но первые полгода у него сложились очень непросто. И, возможно, если брать, что с кем-то Барселона может расстаться, я бы скорее смотрел в сторону Турана, чем в сторону Ракитича. Светлана, если можно, еще один вопрос после небольшой паузы. А пауза, связанная с пробками, потому что в Москве они по-прежнему существуют. 6 баллов, движение затруднено в столице. Проблема есть на МКАД, крупнейшая пробка на МКАД. Внешняя сторона от Алтуфьевского шоссе до Ленинградского шоссе. Пробка на 49 минут, длина пробки почти 10 километров. Ну и стоит Волоколамское шоссе от улицы Ленина до Светлой улицы. Здесь пробка на 35 минут. Продолжаем наш эфир. У нас на связи по-прежнему специалист по испанскому футболу Станислав Рынкевич. Станислав, говоря о Барсе, завершая разговор о Барселоне, Маскерана сегодня продлили, хотя вроде как в начале лета он собирался уходить из команды. Собственно, были намеки на то, что его история с Барси заканчивается. Он продлил контракт. И действительно меня смущает, что слишком много футболистов в Барсе именно в центре поля. Потому что Маскерана, насколько я понимаю, одно из условий было, что его наконец-то вернут на его любимую позицию центрального полузащитника. Нет, я не думал, что это произойдет, потому что, ну, сколько лет. На самом деле, как только Маскерана пришел в Барселону, вот с тех пор начали этот разговор о том, что мы вот скоро-скоро, в ближайшем будущем его будут использовать на позиции опорного полузащитника. Но это Барселоне просто по игровому рисунку не очень выгодно. Потому что, как она играет против маленьких клубов, что против больших, да, на позиции опорного ей нужен футболист такой, как Бускет, а не такой, как Маскерана. А вот Маскерана, он немножко сейчас исполняет королета Пуйоля, да, небезызвестного. Ну, то есть он умеет тушить пожары в собственной штрафной площади. И такого футболиста всегда в Барселоне будет не наставать. Так что, мне кажется, что Маскерана как раз таки тот вариант, когда он еще какое-то время поиграет, пока вот эти молодые футболисты, которые перешли, будут получать игровую практику, и тренер будет адаптировать их к условиям нового клуба. Ну, и завершая разговор, естественно, раз уж мы говорим об Испании, наверное, о Реал-Мадрид. Пару слов. Реал-Мадрид, который выиграл Лигу чемпионов. Реал-Мадрид, который, собственно, привык удивлять. Неужели Реал будет так скромен на трансферном рынке? Потому что все предполагали, что Реал удивит всех покупкой поля Пугба. Такая еще остается вероятность, пусть и не слишком большая. Но неужели Реал будет дальше молчать? Я имею в виду по громким, по большим трансферам. Я думаю, что в случае с мадридским Реалом и с Валентином Переком не стоит ничего исключать. Как в сторону того, что какой-то трансфер может состояться, так и того, что трансфер какой-то может сорваться в самый последний момент, чем мы уже были свидетелями. Но тут, мне кажется, всю тишину нужно спитывать на то, что клуб оставил прежнего тренера, да, Денидина Зидана. И при этом у Зидана не было возможности провести пересезонку, потому что он пришел по ходу прошлого сезона. И сейчас он пресезонку проводит впервые с этими звездами, какие у него уже есть, да. И нужно понимать, что у мадридского Реала состав очень укомплектованный. И, возможно, прежде чем делать какие-то решения, прежде чем говорить о том, что ему кто-то нужен, Денидан хочет в полной мере убедиться в всех ресурсах, которые у него имеются. Мне кажется, что это связано именно с этим. А уж если Валентин Перек вдруг проснется однажды утром и решит, что ему нужна суперзвезда, то тогда уже ничего не попишешь. И Денидан с этим тоже ничего не сделает. И Мадридский Реал купит кого-нибудь за сумасшедшие деньги. Но испанцы пишут по поводу поля Пагба? Или все же немножко притихли разговоры на сей счет? Нет, сейчас слишком много сказано по поводу Манчестера и Натти. Безусловно, та же марка, да, она очень отслеживает состояние самого Пагба, что с ним происходит, но уже в контексте того, что этот случай упущен. Так что я бы сказал, что это теперь в первую очередь для английских таблоэлеров новости. Спасибо большое, Станислав Ренкевич, специалист по испанскому футболу, разложил все, что происходит на трансферном рынке Барселоны и Реал Мадрид с точки зрения ближайших возможных приобретений. Дорогие друзья, ну а скажем еще о том, что у нас-то тоже все самое интересное впереди. Анонс конкурса прогнозистов. Я прямо сейчас вам сообщу о том, что нас ждет в ближайшем будущем, точнее вас. Если ты точно знаешь, кто сильнее Зенит или Оренбург, если ты можешь предположить, по какой тактике сыграет Курбан Бердеев, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей российской футбольной премьер-лиги начнется с минуты на минуту уже в ближайшее время. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Спонсор рубрики «Зао Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Для настоящих фанатов. Итак, друзья, для настоящих фанатов наша рубрика для всех тех, кто любит футбол, и особенно московский «Спартак». Мир футбола – это большая семья, которая объединяет футболистов, фанатов, чиновников и всех неравнодушных к искусству владения мячом. В матче четвертого по силе дивизиона Англии между Ньюпортом и Порсмутом футбольный болельщик нашел временную работу. Четвертый арбитр встречи получил травму, и в конце первого тайма диктор объявил по стадиону, что требуется человек, имеющий опыт работы футбольным судьей. На объявление откликнулся 28-летний болельщик Порсмута Майкл Хердул. Его отвели в потрибунное помещение, где попросили снять футболку любимой команды и надеть судейскую куртку. Я выходил на поле из судейской и думал, «Боже, да я ведь сейчас буду арбитром! Как так вышло?» В конце матча я поднял табло, на котором указал добавленные три минуты. Главный арбитр спросил меня, почему так много, а я ответил, что на каждую замену требуется 30 секунд, а их было 6. После игры я рассказал об этом жене, она не поверила, сказал об этом потом болельщик. И нет такого болельщика, который не мечтал бы войти в историю любимой команды, дорогие друзья. Благодаря бренду трехгородную у болельщиков Спартака появился шанс выйти на газон и стать творцом игры любимой команды. Московская пивайерная компания провела творческий конкурс, в котором участники присылали стихи со словами Спартак и победой собирали дополнительные ключи в банках пива трехгорное безалкогольное. Итак, кто выиграл в этом проекте, получил возможность выйти на стадион Спартак, открытие арена и пробить пенальти на глазах у тысячи болельщиков. Вот так, дорогие друзья, кто-то с помощью забавного случая выходит, как наш друг из Англии, кто-то все же выигрывает с помощью пива трехгорное и получает возможность выйти на поле открытии арены. А прямо сейчас, дорогие друзья, у нас конкурс, который длится всю неделю, и завтра мы вновь в перерыве матча АЕК-Спартак проведем его, и итоги подведем непременно. И напомню, что тот, кто выиграет, получит билеты на матч Спартак-Арсенал. У нас есть на связи Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуй, Нобель. Сергей, ну вы правила знаете? Да, конечно, конечно. За 30 секунд надо назвать наибольшее количество футболистов, играющих, и сейчас скажу, на какой позиции в Спартаке. Итак, назовите мне, пожалуйста, полузащитников московского Спартака за всю историю. Тихонов, Титов, Мостовой, Калиниченко, Кореока, Кипсон, Алик, Глушаков, Попов, Жанон Анидзе, Зоев, Бромец, Баранов, Канчин, нет, не играл. Ну, Гоюн, даже вспомнил, значит, Эдуард, Техниструк, кого бы еще вспомнить, Ковальчук, Ковач, Фернандо Моргин, Дублин, Мостарт, Климента Родригеса, Болутощитников, Ковальчук, кого бы еще вспомнить, Олениченко, Готов. Сергей, у вас фантастический результат, на самом деле. Сейчас, конечно, посчитаем мы все непременно, но могу сказать, что вы явно претендент на то, чтобы сходить на матч Спартак-Арсенал. По крайней мере, все в ваших руках. Можете это сделать без проблем. Ну, по крайней мере, я думаю, что сложно будет вас побить другим претендентам в нашем розыгрыше от партнера нашей рубрики от пива «Трехгорное». Спонсор рубрики – ЗАО «Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Итак, дорогие друзья, пробки в Москве. Прямо сейчас 6 баллов. Стоит проспект Мир от Староалексеевской улицы до улицы до Кукина. Пробка на 33 минуты. Стоит также МКАД – внешняя сторона. От Дмитровского шоссе до библиотечного проезда. Пробка на 27 минут. И проблема есть на МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе. Это внутренняя сторона. Пробка аж на полчаса. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. Дорогие друзья, завершаем мы сегодняшний наш эфир. Поговорили мы о «Спартаке», о завтрашнем матче с «Аеком». Естественно, поговорили мы о вчерашней игре между Ростовом и Андерлехтом. Ну и, конечно, о европейских трансферах. Гонсало Игуаин перешел из Наполя в «Ювентус» за 90 миллионов евро. Это рекорд итальянского футбола. И третий результат в истории европейского футбола. Выше этого трансфера только «Мадридский Реал» с его переходами к «Криштиану Роналду» за 94,7 миллионов евро. И, соответственно, Гаррид Бэйл, который перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 100 миллионов евро. Но вполне возможно, в ближайшие дни трансфер будет побит, потому что на пути в «Манчестер» уже футболист «Ювентуса» Поль Погба, французский вундеркинд, может перейти в МЮ за абсолютно феноменальные деньги, если в ближайшие дни стороны сумеют окончательно договориться. Пока что трансфер еще не оформлен. Завтра, друзья, напомню, что в 6 часов матч «Спартака-ЕК» и, естественно, все подробности на «Спорт.ФМ» вы непременно услышите. Ну, а говоря о тех событиях, которые нас ждут ближе к выходным, то, конечно, чемпион России юбилей на старту и 25-й по счету, поэтому, естественно, все мы в ожидании старта этого турнира. Матчи важные, матчи любопытные. Самое главное – матчи, которые многое решат уже на старте сезона, потому что как начнешь, собственно, такое будет настроение на весь чемпионат. Мы знаем, что ночной команд собираются удивить своей игрой. И «Спартак», и «Рубин», и «Краснодар». Естественно, не собираются своей позиции сдавать ЦСКА. Есть «Зенит», который хочет вернуть себя в Лигу чемпионов и, собственно, к титулу. Поэтому чемпионы России обещают быть очень интересным и увлекательным. На сегодня все. Для вас эфир провел Нобеля Рустамян. До скорых встреч на «Спорт.ФМ». Реклама Мечта. Что нужно для ее осуществления? Кому-то, как Федору Конюхову, просто желание облететь весь мир на воздушном шаре. А для осуществления вашей мечты мы сделали спецусловие на квартиры на время всего полета Федора. Мортон. Мечты сбываются. Подробности по телефону. 921-22-32. 921-22-32. Код 495. И на сайте morton.ru. Что? Домашний интернет и ТВ. Сколько? Один рубль в месяц. Что нужно сделать? Позвонить. 8-800. 708 тысяч. 8-800. 708 тысяч. Ура! Стань абонентом Билайн. Подключи тариф «Все для смартфона или телефона» и пользуйся домашним интернетом и ТВ за 1 рубль в месяц. И это не акция, это навсегда. Оставь заявку на подключение по телефону 8-800-708 тысяч. Билайн. Просто удобно для тебя. Алло, покупайте в Юлмарте. Да, скидки до 70%. Нет, всего 10 дней. До 31 июля. Заходите в Юлмарт на сливы.ру. Кондиционер «Рода» со скидкой 45%. Всего 10 990 рублей. Летнее покупать и в Юлмарте. Веселимся до упаду цен. Подробности на сливы.ру и Юлмарт.ру. Ого, Юлмарт РСГ. 197-227. Санкт-Петербург. СИЗО ВОДУМ. 2 литера А. ОГРН 111-784-760-79-00. Другие, возможно, могут многое. Но Борис Хофф может все. 300 автомобилей БМВ на условиях, которые другие позволяют себе только ночью или один раз в год. До 31 июля в Борис Хофф. Специальная кредитная программа. Трейд-ин бонус. Покупка нового БМВ за считанные часы и подарки каждому. Подробности акции по телефону. 8495-745-1111. Или в автосалонах официального дилера БМВ Борис Хофф. БМВ. С удовольствием за рулем. ОБМВ Банк. Лицензия Банка России номер 3482. От 10.06.2013 года. Для тех, кто хочет жить в настоящем московском доме в любимом районе, ГАЛС Девелопмент запускает новый архитектурный проект. Достойные. Выбирайте Достояние в районе Кунцево. Подробности на сайте достояния.дефизгалс.ру. ГАЛС Девелопмент. 495-725-55. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Курс молодого бойца на «Спорт.ФМ». Обычный удар в боксе требует определенной подготовки. Из случайного положения провести кросс или хук не получится. А вот джеб – короткий удар, вытянутый рукой – можно провести почти всегда. Джеб помогает держать соперника на расстоянии. Он позволяет точно определить дистанцию для проведения более мощного удара. Джебом можно добирать очки, не рискуя потерять равновесие. А если одновременно с его выполнением сделать небольшой шаг вперед, то можно довольно сильно удивить невнимательного оппонента. Новости. Страна. Мир. Спорт. В Москве всем вечером.